Здравствуйте! С вами Елена Краева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в нашей программе вы увидите. Обучение членов избирательных комиссий в рамках подготовки к единому дню голосования в Одинцовском округе проходит обучающие семинары для членов участковых избирательных комиссий. Комиссия по должникам. Должники в консолидированный бюджет региона отчитались перед межведомственной комиссией по погашению налоговой задолженности. Ремонт и строительство дорог. В регионе завершаются сезонные дорожные работы. В этом году в 13 округах Московской области обновили 185 километров дорожного полотна. Левитан в Звенигороде. В рамках проекта «Левитановские сезоны» в Звенигороде прошел мастер-класс для детей из многодетных семей и детей-участников СВО. Новости Афиша. 3 сентября в Одинцовском историко-краеведческом музее состоится круглый стол «Мы против терроризма». О других значимых событиях выходного дня в нашей еженедельной рубрике. В рамках подготовки к единому дню голосования в Одинцовском округе проходят обучающие семинары для членов участковых избирательных комиссий. Им рассказывают о порядке действий в дни голосования. Подробности в материале нашего корреспондента. В Московской области проходит обучение членов участковых избирательных комиссий. Для этого проводят специальные обучающие семинары. С 30 августа начинают работу наши участковые избирательные комиссии по приему заявлений о голосовании по местонахождению, по приему заявлений о голосовании на дому, вне помещения, ну и по уточнению списков избирателей. Но, естественно, традиционно мы уделяем большое внимание обучению участковых избирательных комиссий. В Одинцовском округе 24 августа прошел масштабный обучающий семинар. В нем приняли участие представители 173 участковых избирательных комиссий. Процесс выборов и подсчета голосов должен проходить в строгом соответствии с законодательством и инструкциями. Для этого членам избиркомов рассказывают, как подготовить помещение, документацию и проверить оборудование. На 67 участках установят комплексы обработки бюллетеней. Для всех, кто будет там работать, также проведут обучение. Планируется у нас на следующей неделе обучение с каждого из таких участков. По два члена комиссии будут определены в качестве операторов КАИБов. Соответственно, мы их будем также обучать. Там будет теоретическая часть, практическая. То есть они проведут весь цикл работы с КАИБом в таком учебном режиме. Кроме того, общественная палата и политические партии проводят обучение наблюдателей. Проверить полученные знания члены участковых избирательных комиссий смогут в рамках электронного тестирования на специальном сайте прицик Российской Федерации. Если тестирование пройдено успешно, выдается именной сертификат. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Должники в консолидированный бюджет региона отчитались перед межведомственной комиссией по погашению налоговой задолженности Одинцовского округа. Свои обязательства по уплате признают, а чиновники, в свою очередь, стремятся помочь им найти выход из сложившейся ситуации. Свыше 56 миллионов рублей – общая сумма долга, из которой более 52 уже оплатили. Такие данные озвучили на заседании комиссии по взысканию задолженности в консолидированный бюджет региона с юридических и физических лиц. Несмотря на то, что более 70% уже погашено, работа в данном направлении продолжается. Скажите, пожалуйста, вы готовы предъявить платежные поручения? Оплатили задолженно? Нет, платежные поручения не готовы предъявить. У нас только из этой суммы инкассовой снято было где-то около 117 тысяч. Изыскивать сейчас средства, в общем, мы в курсе. Перед сотрудниками администрации округа и налоговой инспекции по итогам проведенной с должниками работы отчитались также и представители территориальных управлений. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. За летний период дорожники заменили 470 знаков, установили 122 светофора, завершили ремонт порядка 145 километров покрытия на дорогах вблизи школ, колледжей и гимназий. О подготовке дорожной инфраструктуры Одинцовского округа в нашем сюжете. Сезонные работы по ремонту и строительству дорог в регионе завершаются. В этом году в 13 округах Подмосковья обновили 185 километров дорожного полотна. На некоторых участках работы продолжатся до октября. Эта сфера требует особого контроля, подчеркнул Андрей Воробьев. Своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей. В преддверии учебного года на первом месте детская безопасность. В этом году на дорогах Подмосковья установили 80 новых светофоров. В Одинцовском округе они появились на улице Чистяковой в Новой Трехгорке. Работы там почти завершены. В полном объеме выполнена линия наружного освещения на всем протяжении объекта. Восемь автобусных установок. У нас тоже уже установлено шесть светофорных объектов. У нас появилось из них два на перекрестках, а остальные – это пешеходные светофоры вызывные. Завершаются отделочные работы и на эстакаде в Отрадном. Кроме того, за лето в округе ликвидировали почти 9 тысяч дорожных ям. Провели плановый ремонт на 9 участках дорог протяженностью более 10 километров. По программе губернатора проложили 27 пешеходных дорожек. Одна из них в районе 82-го и 84-го детских садов. Достаточно длительное время на дорожке, на которой мы сейчас стоим с вами, прекрасной дорожке между двумя детскими садами, было и грязно, и было и снежно. И ребятишки, которые шли из одного сада в другой сад, также и родители, не могли, как говорится, преодолеть это препятствие. После обращения на портал Добродел непроходимые тропы на радость родителям и не только стали приводить в порядок. Сегодня мы с вами видим, что это прекрасное дорожное полотно, достаточно широкий тротуар, и до сих пор проводится работа по благоустройству территории. Поэтому все прекрасно и замечательно. Родительская общественность благодарна. В 2024 году программа ремонта региональных дорог будет сформирована также в соответствии с пожеланиями жителей на портале Добродел. Полина Бахова, Илья Павлов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». За летний период подмосковная система 112 приняла свыше трех миллионов вызовов от жителей и гостей региона. Из них порядка 850 тысяч адресованы скорой медицинской помощи, 325 тысяч сотрудникам полиции, в том числе ГИБДД. Еще 80 тысяч обращений относились к пожарной охране, газовщикам и специалистам других оперативных служб. Кроме того, летом заявители часто жаловались на укусы насекомых и змей. О других новостях региона смотрите прямо сейчас. В Подмосковье в рамках проекта «Онлайн поликлиника» теперь можно оформить через интернет еще три вида медицинских справок. Санаторно-курортную для детей 076У, санаторно-курортную карту для взрослых 072У и справку для предоставления в спортивную секцию 073У. Воспользоваться услугой можно, если в течение года пациент прошел профилактический осмотр или диспансеризацию. В Подмосковье научно-исследовательским институтом детства реализуется проект «Доступная кардиология», в рамках которого выездная бригада врачей во главе с главным детским кардиологом Минздрава Московской области Альфией Дроздовой проводит прием маленьких пациентов как с ранее установленным диагнозом, так и с подозрением на патологию сердечно-сосудистой системы. Проект стартовал в 2019 году. За это время совершено свыше 30 выездов и осмотрено более 500 детей. 30 августа в рамках проекта «Активное долголетие» прошла областная физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов». 3000 участников встретились на 15 площадках в городах и парках Подмосковья для энергичного и веселого досуга. Гости посетили выставки и различные мастер-классы с профессиональными спортсменами. Подробнее о проекте «Активное долголетие» и о том, как стать участником, можно узнать на портале долголетие.мосрек.ру Левитановские сезоны. В Звенигороде прошел мастер-класс для детей из многодетных семей и детей-участников специальной военной операции. Ребята научились новым живописным техникам и попробовали себя в роли художников. Красивая природа Звенигорода и его колоритные виды всегда вдохновляли художников. Здесь рисовали свои полотна многие знаменитые живописцы. Одним из них был Исаак Левитан. 30 августа ему исполнилось 115 лет. В этот день в Звенигородской библиотеке прошел мастер-класс для ребят из многодетных семей и детей-участников СВО. Сегодня мы будем их знакомить с Левитаном и рисовать картину, одну из картин «Осень в Сокольниках». Это традиция. То есть наш проект предполагает взаимодействие и профессиональных художников, и детей. Партнерами нашего проекта является администрация города Звенигорода. Одна из самых известных работ автора «Осенний день в Сокольнике». Используя простые материалы, гуашь и акварель, дети постарались ее повторить. Они использовали разные техники и познакомились с правилами воздушной и горизонтальной перспективы. Картина – это пейзаж Левитана. Использовала сложные намешанные оттенки. Вообще обычные оттенки, которые есть в стандартных наборах краски, я не использовала. Намешивала охру, синий, ультрамарин и такие более теплые цвета. Взаимодействие профессиональных художников с ребятами позволяет развивать творческие способности. Это отличный способ провести время и получить удовольствие от процесса создания картины. Ты можешь прочувствовать себя, свою душу, понять, какое у тебя состояние на данный момент. И на будущее это очень интересно. Мастер-класс прошел в рамках ежегодного проекта «Левитановские сезоны». В этом году ему исполнилось 13 лет. Впереди планируют еще шесть мастер-классов, несколько пленеров и итоговую выставку. Участником может стать любой желающий. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Одинцовском историко-кровическом музее состоится круглый стол «Мы против терроризма». Начало мероприятия в 12.00. О других значимых событиях выходного дня смотрите в нашей еженедельной рубрике. Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Субботнее утро начинаем активно. Культурно-спортивный центр «Ершовская» приглашает всех любителей спорта к 10 часам на «Спартакеаду». Там пройдут игры в футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис. Участники также смогут попробовать свои силы в гиревом спорте, шашках, беге на короткие дистанции и перетягивании каната. Интерактивно-познавательное мероприятие «День воинской славы» пройдет в культурно-досуговом центре Назарьевский. Гостям представят обзор книжной выставки, проведут лекции и викторину. Начало в 12.00. Увлекательная экскурсия «Мифологические образы» в сказках Александра Пушкина состоится в парке Захарова. В 12.40 гостям расскажут о знаменитых мифологических образах из произведений поэта. Волшебная белка, говорящая зеркало, ученый кот, золотая рыбка и баба яга никого не оставят равнодушными. Начнем учебный год с хорошим настроением. В Доме культуры села Иславское в 12.00 пройдет праздник в честь Дня Знаний. Гостей ждет викторина, интересные факты и веселые танцы. Поселок Заречья отметит свой день рождения 2 сентября и приглашает гостей в 12.00 на стадион по адресу улица Березовая, дом 1. Всех ждут традиционный зареченский марафон «Забег», спортивная игровая программа, футбольный матч, танцы, мастер-классы и, конечно, хорошее настроение. Первые числа сентября всегда будут напоминать о трагических событиях, произошедших в эти дни в Беслане. В память о погибших в округе пройдет ряд мероприятий. В поселке Летний отдых в Захаровском Доме культуры желающих приглашают на беседу, что нужно знать о терроризме. Это глобальная проблема современности, и каждый из нас должен понимать, что нужно делать в критических ситуациях и как их не допустить. Во завершение мероприятия организаторы проведут акцию «Дерево мира», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с терроризмом. Начало в 12.00. Помним и скорбим. В 12 часов в Немчиновском культурно-досуговом центре состоится показ фильма «Золотая бронза». Документальная картина о Беслане познакомит зрителей с историями реальных людей, которые расскажут о своей жизни после трагедии в школе в 2004 году. 3 августа, воскресенье, тему продолжат в историко-краеведческом музее. В 12 часов там пройдет круглый стол и против терроризма. Участники вспомнят о сентябрьских событиях в Беслане, обсудят способы борьбы с таким явлением, как терроризм. Присоединиться к мероприятию может любой желающий. В завершении выходных в Немчиновском КДЦ еще раз поздравят школьников с началом учебного года. Для маленьких учеников подготовили интересные игры и развлечения вместе с героями детских сказок и мультиков, а еще загадки о школе, ребусы, хороводы и подвижные игры на свежем воздухе. Начало в 12 часов. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 18. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 44%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новый сюжет о событиях в Одинцовском округе смотрите в информационных выпусках. Также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». В студии была Елена Краева. Мы желаем вам прекрасного дня, отличного настроения. До новых встреч в эфире.